Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Очень многие люди смущаются высотой нравственно-духовного закона Святого Евангелия. И говорят, что он в принципе неисполним. Это даже ученики Христова, говорили Христу Господи, кто же может спастись? В чем дело? Ведь вот высота, духовная высота нравственных законов Господа Иисуса Христа, потому высока, что она влечет нас к вечности. То есть они к нам пришли из вечности и хотят забрать нас в вечность. А мы хотим жить здесь, мы не знаем вечности. И поэтому, естественно, они для нас становятся неисполнимы. Но вот мы знаем такие ситуации в жизни людей, исторические ситуации, когда они действительно становятся исполнимы. И не только в трудности исполнимы, а с радостью исполнимы. Вот, например, войну, когда человек в одушевленной любовью к родине на смерть идет с радостью, знает, что эта великая жертва принесет ее в вечное исполнение ему и стране. И делает это с радостью, делает спокойно, ровно, мужественно. И другие ситуации бывают, когда человек одухотворен любовью, для него ничего не исполнил бы и нет. То есть, когда он одухотворен, тогда и может исполнить заповеди Божии. Мы с вами ровщим и досадуем на них, поскольку лежим в болоте своих желаний и плотских грехов и страстей. И валяясь в них, естественно, для нас это вещь невыполнимая. Но Господь любит нас всех. И любит грешников, и праведников любит. И потому дал возможность и грешникам спасаться, тех, кто валяется в болоте своих грехов и не хочет из них вылазить. Тепло, мягко и так далее. Ну, нравится. Вот сегодня прощенное воскресенье. И в евангельском чтении мы слышали с вами сегодня такие дивные слова, которые есть ключ к нашему грешнику спасению. То есть для нас в Божестве это открывается в сегодняшних евангельских словах. Вот. А с чем их обращается он к каждому из нас? От сердца. Прости эти грехи ваших ближних. То я прощу вам грехи ваши, говорит Господь. То есть оказывается, все очень просто. Можешь не исполнять завтраки. Но ни на кого не обижайся. Никого не осуждай. Всем прости от сердца. И Господь тебя поймет и тебя простит. Так все просто. Лежа на боку спасаемся. Однако это простое не совсем просто. Когда мы завернем свое сердце. Гордое, шестлавное, надменное, вредное. Которое сами. Хотим получать, а давать не хотим. То есть как бы Господь вот эти слова в Евангелии побуждает нас к действию. Чтобы мы встали в своем болоте, отряхнулись, начали думать. Начали вникать суть нашей жизни. В чем ее настоящая красота? В чем ее настоящее человеческое измерение? В чем ее настоящая радость? И вот когда Господь ведь сказал слово, Он открыл дорогу всем. Царство Небесное. Всем дал возможность спастись. Все просто. Не делай того другому, чего себе не желаешь. Но что если сделал? Покращай и прости. И получишь такое же доступ. Вечное Царство вечного Бога. Нет другого на земле такого дивного учения, как наше Святое Евангелие. Которое всем и во всех положениях дает возможность спасения. Ни один грешник, какой бы лютый ни был, не имеет права на извинение свое. Всем Господь дает возможность. И всем простую. Не судите, да не судимы будете. Прощайте, и прощены будете. Милуйте, и помилованы будете. Все. Проще не бывает. И все это для нас, для всех. Все это нужно осознать нашим сердцем. И познать дивную любовь и красоту нашего Бога, Господа Иисуса Христа. И полюбить Его. И подумать о Нем. И помолиться Ему. И тогда то, что для нас делается неисполнимо, и нежелательно к исполнению, которого категорически мы против этих заповедей, вдруг становится нас желанным, вожделенным. Потому что это есть вечный хлеб нашей души. Это есть единственная в мире настоящая радость, прикосновение к Богу. Покаяния. Вот сегодня Святая Церковь последним воскресеньем готовит нас к Великому Посту. К времени, когда нас специально определило для того, чтобы мы учились каяться. Учились прощать. Вот невозможно человеку простить грехи другого человека, если он не кается в своих. То есть он не понимает просто, чего прощать. Он наглаживает, что ли, прощает. Бессовестно это прощает. Да как это можно? Такие вещи прощает. И пока он себя не знает. А когда он увидит, какой он бессовестный, какой он наглец в глазах Божьих, он сразу захочет простить. А вот это нам надо увидеть. Мы слепы. Мы глухи. Мы глупы в духовном отношении. А Святой Пост нам церковь определяет, чтобы мы прозрели, чтобы мы поумнели, чтобы мы начали слышать и учились понимать. И в этом понимании, в этом прозрении, в этом ощущении и новое измерение своего бытия и есть настоящая радость жизни. То есть мы обретаем в нем, в покаянии, свое человеческое достоинство, свое вечное божественное измерение. Постигаем то, что мы вечные люди, что мы сыны Божии. И что, естественно, поступать должны так, как Он поступает. И достойно этого звания богосыновства. Но поскольку мы люди слабые, поскольку мы ужасно слабые, ничего не можем, но Он, любя нас, дает нам еще возможность. Прощайте. И причины будете. Сами не можете. Но простите другому, которого тоже не может. Помилуйте Его. Сострадайте Ему. Не судите Его. И получите от Бога всю полноту радости божественного. Господь так благ, как нам нельзя и постигнуть. В притче говорится, нанял виноградник, работник виноградник свой, одним за день заплатил динарий, а кто в конец дня пришел, он Ему тоже самое. Так великодушие, что те возмутились, кто первый раз пришел. Как же так? Ты с нами их равняешь. А вот это и есть великодушие Божие. Его божественное достоинство, которое всех милует и всем дает шанс на вечное спасение. В каком бы в Балмоте гряза мы ни находились, чего бы мы, где бы мы, никак бы мы не согрешали, вообще непрощенных грехов нет, лишь бы человек захотел каяться. И вот это себя разбудить, почувствовать вкус к настоящему покаянию, и дано время нам великого поста. Очень многих из нас смущает крутизна наших согрешений. То есть есть вещи, которые мы сами стыдимся, признаться в них, что они есть, и что их вообще можно простить, даже нам. Мы сами себе даже порой не хотим простить то, что у нас живет. И для этого Господь открывает нам дверь. Говорит, сегодня церковь вспоминает Адаму изгнание. То есть человек нарушил завет с Богом. Бог ему, не трогай это дерево. Вот, все, пожалуйста, все, что ты можешь прижать, но это не трогай. Он все-таки нарушил заповедь. И Бог его изгоняет из рая. Вот, казалось бы, закон справедливости в действии, однако же нет. Закон милосердия. Бог изгоняет Адама не за то, что он нарушил его заповедь, пренебрег божественным своим призванием, богосыновством, а выгоняет его из рая за то, что он не раскаялся в своем грехе. Ему, когда Господь поставил, Адам, где ты? Что ты сделал? А он мне сказал, что, Господи, прости, ну, вот какой я. Это ты его мне поддал, а там я и соблазнил. То есть начал оправдываться, лукавить начал, выворачиваться начал, оправдываться начал. То есть вот грех начал в нем действовать. Вот это самое, и из-за этого Господь его и определил в землю. То есть началась земная история человечества. И все зло произошло от этого греха. И до сих пор у нас все зло в нашей жизни, общественной, мировой жизни, природной жизни, все источник греха. Единственное настоящее зло в мире. И оно врачуется в нашем сердце, прикосновением к божественной святости. Посредством покаяния, которое Господь сейчас дает нам возможность прикоснуться этому. Если бы вы понимали, изимели бы вкус в духовной жизни, понимали бы ту любовь, которую Господь простирает нам в этой возможности, мы бы из храма не уходили. Мы ничего бы не желали, как только быть всегда с Богом. Вот как есть, в человеке бывает ненасытимость страстей. Он там, блудеющий этот, крутится и больше оттуда не хочет. Или в казино, все растворился. То есть здесь бы в тысячи раз все сложнее было. А Господь хочет в нас развить эту страсть к святости, к благородству, к настоящему человеческому измерению. И удовольствие от этого неимоверное. Мы знаем с вами столько людей в русской земле, которые вот так стяжали святость Божьего, которые стали друзьями Бога Всевышнего. А мы с вами растворили свое сердце в поисках здесь. Вот смотрите, сколько человечества не есть, начиная с и выгнанного Адама. Оно все время ищет рай потерянный. Хочет возвратиться к нему. А поскольку не видит возможности, начинает строить, перестраивать, революции делает. И всякая в этом бесконечная кровь идет. А рая все равно нет. Нет все равно покоя в душе человека. Нет. Потому что рай – это обретение Бога. Это покаянное к нему сердечное расположение. Вот к этому великому и значимому краю на земле. И влечет нас Господь через покаяние, которое дает нам возможность вот эти дни по-настоящему прикоснуться к тому, к чему надо. Вот нам Господь дал ум. И многим дал ум светлый. Дал очень хорошее сердце. А мы используем это совсем не так. Как вот гвозди сбиваем гитарой. Или что-нибудь такое вот. Ну, делаем все они так. Ум-то для того, чтобы Бога искать. И наслаждаться общением с ним. А мы его тратим на изворотность, на лукавство. Как ближнего обмануть. Где денег достать? И всякие такие пакости все время в голове держим. И отравляем. Унижаем свой счет с достоинством. Сделаем себя нелюдьми. И вот у нас такая будет беда. А Господь хочет, чтобы мы это поняли. И дает нам специальные мнения, в которых мы, размышляя, о своей глупости, о своей гнусности, о своих устремлениях, о своих мечтаниях глупых и ненужных, обрели бы вечного Бога. И обрадовать свое сердце навсегда. Потому что покаяние, это странное дело. И нам это странно слышать, но это так. По опыту святых отцов. Это начинается и никогда не кончающаяся радость. С одной стороны боль, а с другой стороны сплошная радость. Потому что Господь тут же радует, тут же врачует сердце человека, который честно смотрит в глаза своей совести. И не уклоняясь, мужественно, все вытерпливает от нее то, что он избегал всего. И таким образом, вот эта искренность, вот это желание обрести Бога в святости своих стремлений, есть в святой православии. И вот там Господь его определяет главным великом посту. Есть такие категории, которые определяют суть какой-то веры. В мусульманстве есть иудаизм, есть и христианство, православие, католицизм, протестантизм. А вот в православии характеризуются две категории. Красотой и простой. Через пост человек обретает себя и свою вечную красоту. Пост имеется в виду комплексный. Это говение и покаяние. Покаяние и сожаление. Сожаление и исправление. И в этом великая радость и настоящее счастье для человека. И мы с вами, с вами самые счастливые люди, потому что завтра начинается Великий пост. С праздником вас! Спасибо!